На репетицию марша танкистов Семёна Чернецкого у музыкантов времени было немного, но с задачей справились. Композиция пришлась по душе руководителю коллектива, и он заразил своих воспитанников любовью к русскому маршу. Воспитывает какой-то патриотизм, собранность, человеку волевые какие-то качества, и, как говорится, организует человека в его жизни в этом плане. Оркестры, фортепианные ансамбли, вокалисты, скрипачи на фестивале «Маэстро Марш» выступают более сотни коллективов. Музыка, с которой солдаты шли в бой, победные и походные марши, призванные укрепить боевой дух военных. Здесь каждая мелодия – отражение истории. В старину тоже старались поддерживать наших воинов, которые шли за победой. И вот такие песни, они как раз помогали, как раз они создавали это настроение. Раз, два, три, ура! То есть вот только так. И что только мы надеялись на Россию, на свою. И отражена история, конечно, в казачьих песнях отражена история. На фестивале «Маэстро Марш» музыкальная жизнь кипит даже в коридоре. Сейчас к выступлению готовится хоровой ансамбль. Девчонки, волнуетесь? Немного. Ну, мы долго готовились, мы думаем, что мы хорошо выступим. Мы исполняем такую очень сложную композицию, но думаем, что у нас все получится. Фестиваль «Маэстро Марш» проходит в регионе уже 12 лет. На него собираются участники со всего Поволжья. В этом году артистов более тысячи. Коллективы и солисты представляют по две композиции. Залог успеха в исполнении марша, говорят судьи, понимание его особенностей. Штриховые, динамические оттенки. То есть есть специфика вот исполнения марша. Это штрихи и динамика. Дети понимают уже, что это марш, не просто так сыграть. Понимают, как это делать. С каждым годом у них получается все лучше и лучше. Выступать с маршами перед жюри конкурсанты продолжат и завтра. Победители получат грамоты и нотные сборники. Кульминацией фестиваля станет грандиозный концерт, который пройдет 28 октября в ДК Литвинова. Перед самарской публикой выступят лучшие коллективы региона и специальные гости. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События.